Просим! Просим! Это мы, как кто-то хлопает, все начинают хлопать. Значит, надо сзади выйти. Зачем вставать? Вы же стоите, все нормально. Ну все, тогда, значит, мы потихонечку начинаем. Отступительное стол. Юрий Семенович, а кто там потерялся? У нас еще есть места, поэтому... Вот мы ступаем. Мы ступаем, значит, на скользкий путь легкой наживы для того, чтобы каким-то образом нам активизировать работу внутри Москвы с точки зрения методической работы для тренеров и гримцов, мы вот затеяли этот семинар, на самом деле. И поэтому, ну, по крайней мере, для меня он первый, поэтому особо строго не судите, если что не так получается. Но хотелось бы дальше продолжать, с периодичностью хотя бы, наверное, раз в квартал, если это будет интересно, если будут запросы, если будет понимание по темам, там еще что-нибудь, можно разнообручивать. Разные темы, так скажем, совместно проговаривать, озвучивать и получать по ним информацию. Вот сегодня мы начинаем с Амелька Шаховича. Сейчас он нам расскажет всем что-нибудь о академической гребле, о методике ее. Что-то вы знаете, что-то, может быть, почерпнете новое. Не знаю, может быть, о чем-то задумаетесь. В результате этого, если вам будет интересно, можно, с одной стороны, поинтересоваться на него, чтобы он раскрыл какие-то аспекты, которые до этого, может быть, вам не до конца понятны, не ясны или просто углубленные, понять, как это может тренировочный процесс воздействовать на организм, скажем, спортсмена и приводить его от новичка, ну, даже, я думаю, не от новичка уже, а от действительно квалифицированного спортсмена к спортсмену, который достигает максимальных высот в спорте. Потому что все-таки основная наша задача – это не физкультура, как таковая, и для этого есть некоторые другие организации, а наша задача – это чемпионство. Что грех раскрывать, амбиции высокие, и мы хотим, чтобы наши спортсмены побеждали. На региональном уровне, на всероссийском уровне и на международном уровне. Все это можно сделать только, имея, так скажем, в совокупности, ну, массу качеств, в том числе спортсменов, хороших тренеров, хорошую методическую подготовку хороших методистов, хороших врачей, которые будут восстанавливать наших спортсменов. И психолог? Все это… И материально-техническую базу. И психолог. Значит, материально-техническая база – это та база, которая без всего этого, она копейки не стоит. Красные клюшечки. А со всем этим, да, весна будет не идеальная, но какая-то материально-техническая база – уже результат будет. И под это уже подтянется любая материально-техническая база. Могу сказать честно, если у вас всех посадить сейчас на машину Формулы-1, на лучшую машину, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вы вряд ли проедете круг. Я не влезу даже. Вот. Поэтому вопрос материально-технической базы, он основным важен, но это не краеугольный камень всей всей грибной подготовки, вообще всей подготовки спортсменов. Можете предсмотреть дурацкий фильм, который называется «Роки», по-моему, 4, или там сколько там, я не знаю, какой-то, когда он бился с драгой, да? Когда Драга тренировался по всем, по всем, по всем параметрам, там все у него там были, он где не бил, у него всякие цифры выскакивали, давление, пульсы мерили. Нечасно Сталонный бегал по горам и кидал камни, и достиг соответствующего результата. Побил едут его Драга. Значит, кинул. Значит, хорошо, хорошо. Сам Федорович не даст соврать. В 85-м году мы же, вот он, были с командой в городе Поти. Сборная Москвы тренировалась в городе Поти. Сборная всей России тренировалась, как и обычно на Гичавре, в идеальных условиях, ездили в Италию на сборы, потом еще перед чемпионатом России. Пришел чемпионат России. Союза, наверное. Союза. Дерюгин, который тренировался тогда в потях, выиграл четверку парную у Крючкина, который был чемпионом мира там или призером. Я был второй, проиграл Якуша, который тоже был какой-то там призером, причем проиграл чуть-чуть. Еще один брат мой был четвертый в той же одиночке. Афиногенов, не помню уже с кем он говорил. Блокий парный был где-то там или призах, или четвертый? Ну, четвертый парный победил. Четверка парного не гоняется. Вот, то есть все люди, которые у него выступали, они все были. Это был чемпионат Союза, пардоники. Это вот не то, что сейчас чемпионат России, когда между первым и последним перерывчик небольшой. А это был чемпионат страны, который, если ты его выигрываешь, это… Он был рано еще. А? Он был очень рано. И он был еще в мае месяц. И после этого чемпионата России, кстати говоря, вот наш команд на 85-м году очень хорошо выстал чемпионат мира. Все вот эти вот победители-призеры были в призах и там. И материально-техническая база была относительная. Могу сказать, у меня одиночка была, которая свалилась с конструкции, и я из веточек делал там шпангу. Там уж не зависит, надо о чем-то. Стрелька тоже нагнулась. Потом, конечно, привезли получше, но он начинал с этого в ноябре месяце. Поэтому важно, очень важно. Но еще важнее то, что есть в голове у тренера и то, что есть и в голове, и в сердце у спортсменов. То есть, когда вы в этот симбиоз входите, когда один другого понимает, один другому доверяет, тогда можно творить чудеса. Но без методического понимания ситуации, без того, как вот сделать вот эти ступеньки, как по ней подниматься и как, собственно, довести этого спортсмена до максимальных высот, без этого никак. Все, я замолкаю, передаю слово специально обычным людям и иду слушать. Вникать. Ясно. Заходи. Я просто хотел, чтобы вот мое повествование было не монологом, а то, что вот как бы вот беседой, так сказать, то, что вам хотелось бы узнать от меня, значит, и, ну и, так сказать, не монолог, а именно живое общение. Сейчас вот как раз закончился сезон, и вы все, конечно, уже… Есть места, заходите, проходите. Ну, заходите, потом гуляйте. У тебя неинтересно, значит, иначе гуляйте. Закончился сезон, и вы все анализируете, что сделано, подсчитываете там часы, километры, значит, тонны, по зонам все. Ну, а сейчас все так должны делать, я так думаю. Ну, вот и хотелось бы знать, вот просто, как вы думаете, какие объемы должны выполнять там старшие юноши? В часах, километрах, примерно. Молчание. Ладно. Собираются с мыслями. 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 Дело в том, что здесь… Понимаете, в чем дело? Что анализ всегда нужен тренировочного процесса. Это не значит, что я проанализировал, у меня спортсмен в этом году на 200 километров больше проехал, или на 1000 километров больше проехал, вот я добавлю чуть-чуть, на следующий год у меня точно по этому же плану все получится. Ничего подобного, может совершенно, так сказать, все будет по-плохому. Поэтому все время нужно заниматься анализом не только всего тренировочного процесса, за год то, что вы сделали, а фактически каждой тренировки, значит, ну, каждую тренировку не получается, но, допустим, хотя бы микроцикл, вот день отдыха прошел, значит, и мы должны узнать, в каком состоянии спортсмен. Как можно узнать, в каком состоянии спортсмен, ну, помимо всяких медико-биологических показателей? Значит, начнем с этого. Вы говорите, ну, не теста, 500 километров. Пульс утром мерить. Ну, пусть вот он мерить, пусть вот он мерить еще что? Глаза поглядеть. Глаза поглядеть. А, нет, я говорю, нужно циферки, циферки. Как циферками обстановить его состояние. Циферками, когда он проснулся и встал вот этот раз. Ну, да, коэффициент выносливости считается. А я вас предлагаю воспользоваться такими тестами, простейшими тестами на концепты. Концепты везде есть. А? Нет, ну, во-первых, значит, значит, каждый, перед началом тренировки, значит, перед началом тренировки, естественно, только концепт нужен один и тот же, значит, и два фактора тоже один и тот же. Для того, чтобы, потому что все концепты немножко все-таки подбирают, скажем так. Особенно, когда начинаешь очень быстро и мощно грести. Значит, набор тестов. Пять гребков. Темп 12. Определяете, вы что, значит, сколько проехал концепт, на концепте покажут, сколько проехал человек, так сказать, с места, значит. Все это, естественно, килограмм веса. Потому что килограммы меняются на килограмм вес. Значит, так как концепт начинает врать, при скоростно-силовой работе, особенно первых трех грибках, он начинает врать. Три-четыре грибка, это точно он начинает врать, так сказать, он не успевает это все делать. Значит, следующий грибок, следующий какой у нас тест. Здесь с грибков полный газ, полный газ. Первый трех грибка сбрасываются по мощникам, 10 грибков полный газ. Значит, опять же мы определяем мощность, вес. Вот у нас второе показатель, это скоростно-силовые качества спортсмена. Силовые качества, скоростно-силовые качества, скоростно-силовые качества. Теперь нужно, как бы нам, что мы снимаем, нацепку все, мощность, скорость. Мощность. На темпе 12. На темпе 12 мы только расстояние. На темпе 12 метров? Метры. Метры мы можем тоже так условно поделить на килограммы. То есть вот ты 12 грибанов, в смысле? В темпе 12. За 5 грибков общий метраж. Ну там погрешность большая будет. Нет, там 12,5, допустим, темп. То есть очень тяжело. Он будет выскакивать 12, а на самом деле 12,5. Возможно. И ты дальше уедешь намного. Возможно, возможно, возможно. Но, значит, от чего-то мы должны отталкиваться. Правильно? И вот каждый микроцикл вы проводите в начале микроцикла. И следующий, значит, следующий тест. 500 метров, темпе 22. Это чисто, так сказать, аэробная работа. Чистая аэробная работа. Значит, опять же, мощность на килограмм веса. И еще, значит, вот эти все показатели нужно не записывать ни в цифирках. Потому что, когда человек пишет таблички, он всегда у него глаз замыливается. Лучше строить графически. И вот я вот это предлагаю, значит, вот эти тесты использовать на всем протяжении карьеры грибца. Ну, вы будете смотреть динамику. По каждому микроциклу. И каждый раз. У вас что получается? Вы работаете, каждый, значит, каждый из вас, значит, строит работу блоками. То есть, вот мы работаем на масс, на силу, мы работаем на выносливость, мы работаем на скорость с здоровьем качестве. Основное качество есть в микроцикле, а второе, как бы, поддерживающее. А вы смотрите, допустим, вы работаете до выносливости, у вас упала сила, как обычно бывает такое. Значит, если, значит, сила упала, вам что нужно? Работать над силой. Если упала скорость силы качества, вам работать над скорость силами качества не надо. И чисто, так сказать, вот такая работа, как обычно, во всей подготовительном периоде, это, значит, концепт, штанга. Значит, бега, там лыжи, значит, естественно, значит, что-то должно падать. Что-то должно падать. А вы таким образом отслеживаете, и есть развивающие нагрузки, которые развивают какое-то качество, но другие нагрузки, которые планируют в микроцикле даже, они должны поддерживать хотя бы. Если вы не смогли поддерживать эти качества, значит, вы должны добавить в микроцикле эти нагрузки. Значит, это вот по трем, как бы тем тестам, которые, как бы я рекомендовал использовать на протяжении всей карьеры грибца. То есть, вот он начинает, вес у него меняется, значит, стаж у него меняется, все у него меняется, а вы все смотрите в динамике. И каждый раз, каждый микроцикл вы можете оценить, значит, какое воздействие вы оказали на организм спортсменов. Потому что весь тренировочный процесс направлен на что? На адаптацию. И фактически весь тренировочный процесс на расходование сил. Раз расходование сил и энергии, значит, должно быть, естественно, отдых и восстановление. Есть нагрузки, допустим, на выносливость. Ну, начнем, значит, с выносливости. Основное качество грибцов. Все вы знаете, 80% значит, это за счет аэробных качеств, а остальное за счет аэробных качеств. Преодоление дистанции. Начнем с этого. 80%. Значит, сейчас в мире, значит, уже принята такая полизонная модель тренировочного процесса. 80% это нагрузки в умеренных зонах интенсивности. 20% это четвертая-пятая зона интенсивности. А для того, чтобы вот, когда вам немножко... Я покажу. Сейчас нет несколько слайдов по поводу астралийских грибцов. Ну, вот первый слайд. Потому что вы понимаете, что сейчас Австралия, ну, находится в лидирующих позициях. Это краткие стандарты для строительных грибцов девушек по возрастам. Что вы имели представление. Значит, ну, во-первых, начнем вот с этой странички. Потому что вот я в фейсбуке, значит, у меня группа есть методика тренировочного грибцового циклического видах спорта. Вот здесь адрес этой, значит, группы есть. Темп. Ну, много материалов размещено. И этот в том числе размещен. Значит, вот начнем с австралийцев. Значит, здесь вы видите концерт. Различные, я так сказать, тесты. Значит, и на воде в том числе. Вот вы обратите внимание на количество занятий в неделю и на воде. И на суше. По возрастам. Озвучиваешь, а мне не видно. Вообще, надо озвучивать. Озвучивать? Да, да, но еще не видно. Ну, так надо же тогда увеличить, и тогда... Или не получится? Не получится. Не получится увеличить? Да, получится. Значит, на конце ты увидите. Да не видно ничего тут таблицу. Не видно, не считаем таблицу. Впереди видно, сзади не очень хорошо. Ну, короче, видно зеленое, голубое, желтое, оранжевое. И цветные квадротики, наверное, по крайней мере, по-моему, зрели на белой колонне. Хорошо. Концепт 2. Концепт, значит, время. Зона чемпионов. 14 лет 8-20, 15 лет 8-0, 16 лет 7-40, 17 лет 7-20, 18 лет 7-05. Это девушки. 7-7-0-5. Легкий вес 18 лет, значит, 7-40. Концепт 2, 3 минуты, 10-20. На темпе 20 лет они в 16 лет 7-400 должны проехать метров. В 17 лет 7-600, это зона чемпионов. В 18 лет 7-800. 30 минут они значит и 7400 а по поводу количества тренировок значит количество занятий в неделю зоны чемпионов 14 лет две тренировки в неделю на воде так они значит и идут в 17 лет уже три тренировки в неделю на воде 18 4 или значит и легкий вес тоже 4 количество занятий в неделю на суше значит 14 лет одно занятие то есть три тренировки получается в неделю значит восемь в пятнадцать лет два занятия мы потом уже таскать переходим к трем занятия в неделю если значит я перескочил на девушка так это девушки это юноша до до это стандарты подготовки автористских грибцов юношей значит зона чемпионов 14 лет 7 20 15 7 0 16 640 17 620 18 605 и легкий вес 18 лет 640 вот у них концепт 100 метров есть у этих ребят значит зона чемпионов 14 лет 550 ватт в 15 600 ватт значит 16 700 17 800 17 750 18 850 это 100 метров у них такой тест есть концепт 500 есть концепт 500 метров 14 лет 378 ватт 15 лет 464 16 лет 550 ватт 17 лет 635 18 738 значит и легкий вес 18 лет 550 ватт ну коричь занятий у них тоже такое же значит дед зона чемпионов 14 лет на воде 2 тренировки 2 тренировки 15 лет 2 тренировки 16 лет 17 лет 3 тренировки на воде в неделю и потом насчет пошли по 4 тренировки в неделю до восемнадцати 18 лет 18 лет коричь занятий на суше одна тренировка на суше 14 лет 2 тренировки 15 лет 2 тренировки 16 лет 3 тренировки и так далее сказать уже начиная с семнадцати лет вот это вот это то видно вот это видно мы все прекрасно понимаем что у нас не вижу что нам не сняли бы конечно сейчас расскажу сейчас расскажу сейчас расскажу сейчас расскажу значит но это вот биологический эффект от тренировок в различных зонах интенсивности вот такую табличку составил и примерный процент к объему тренировочных нагрузок по зонам таскать подготовительный период председательный период и соревновательный период ведь эти циферки видны проговорить нужно вам смотри на самом деле ситуация в чем я так понимаю получается в чем конкурс у несчастных австралийцев они тренируются три раза в день до 3 раза в неделю до 3 раз в неделю 4 раз деле маленькие да и у наших тренеров возникает вопрос а как можно так тренируясь достичь таких результатов вот видимо качеством тренировок видимо методикой тренировок то что когда люди при качестве материала вот насчет материалов может быть тоже я не спорю потому что я сейчас прочитал книжку мальчики в лодке да так там в тридцать третьем году при отборе вашингтонский университет было вот выбирали первокурсников 30 человек рост метров 80 метров 85 39 человек рост метров 85 метров 95 там один человек 96 и 2 человека за 2 метра то есть это вот люди с которой к с которых начинали работать так вот это для вас интересная информация будет первокурсники грести не умеют тридцать третий год набор тридцать шестой год чемпион олимпийский как они работают причем студенты все студенты как раз там тренировались в любую погоду и читал я эту книжку кто мешает кто нам мешает делать то же самое вот поэтому кроме как еще раз говорю кроме как стопор в голове больше нигде у другого нет вообще в принципе когда мы вот это вот смотрим эти цифры это не значит вот правильно сказал что каша вообще ни коем случае не может быть какой-то догмой это просто вам как информация что есть люди в селениях среди всемирных которые тренируются 4 5 раз в неделю достигать этих результатов к вопросу же совершенно философические того что сейчас вам расскажу что они скажут 70 процентов 1 зоне тренируется 76 72 78 там еще стоит это условная цифра вы должны понимать прекрасно что вы должны это перекладывать на своих ребят на свой как вы говорите материал если он короткий меньше и тоньше значит его надо он и другие чуть-чуть будет возможности надо тренировать у него если они прошли не бывает чудес вот тот же антону расскажет они когда пришли тренироваться от делюкина была одна метода тренировка когда не стоит тренироваться у справка долгая причем ребят превратились из просто крупных мужиков таких крепких крупных и крепких они превратились сухих здоровых коней который творили чего хочет всего за год за полгода полгода другая интенсивный второй другой другой подход все но при этом сам спракан спасибо большое тренеру предыдущему который сделал такую базу на которой я могу делать что хочет все чуть-чуть не выдержали ребята на первом счете мира теперь перебрал он сам сказал что но блин я думал что они смогут все но к сожалению они не смогли все вот и все наш вот здесь вот эта информация который сейчас говорит шамиль просто вы понимаете вот ощущать что так бывает верьте он нам не скажет точно что делаете 22 по 22 раза там списание со штангой 30 приседания там 30 выпрыгиваний 40 чего ты и у вас будет золото нет это вот делают люди как более детально узнавайте у него смотрите в интернете думайте сами решайте чудес не бывает мы получаем все все спортсмены сырого человека из которого дальше делаем что хотим кусок глины заставили сделать здесь приседания у него будет одни изменения в организме 25 другие вот как-то здесь по этому поводу побольше надо поговорить хорошо здесь ночью толку тут у нас на территории раз в неделю точно это вопрос и задали короче грибин тренировал скажем лебедева своего который пришел два раза в неделю он не тренировался два три раза в неделю нормально а окна пришел из водника где у тренировали каждый день а парню 14 лет его же до гребли обрыгал нужно нафиг не хотел видеть ничего через через год когда я пришел это что уже из плавания там тренировался я кстати когда хорошо если извинишь ами извинишь ами рассказываю когда я пришел вот я пришел из плавали у нас были тренировки условно значит 400 метров 800 метров разминка потом и гребли там был вы были четыре раза там по 100 метров пять раз по 200 8 по 50 метров причем все это интенсивно все это в определенном режиме все тваду тренировку и этими тренировками набирают этими вот кусками набиралась там 45 километров воде были тренировки когда выходил просто садился подушку чат холодную воду и сидел отдыхал там 20 только после это были результат когда я пришел гребли я обалдел я думал здорово мужики все час я накачать такой дистрочек пришел 7-8 килограмм начинает тренироваться значит доблестно василий осень значит берешь лодку идешь до в москве это сами значит от динамо 20 кадров длительный тип я пришелся до тренировки все прихожу ставлю лодку василища тренироваться когда он не понял я говорю я не понял часть делать то есть все тренировки садились тому что сели ровненько проехали сели ровненько проехали куда обеда че чсс где вот работа пульса где где собственно где 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 тренировка здесь проехать 15 как тренировка это не тренировка в итоге я стал ездить тренинг за 15 метров там скажем за час там за за час 5 сильно быстро там дошу меня был пульс на 170 какой такой результат себя ждать особо не заставил лучше тренер такой гена астахов который не оставлял после каждой тренировки делать 200 выпрыгивания 50 отжимать подтягиваю вот неважно соревнования не соревнования все должен делать потому что грибец должен соответственно у меня результат и я я пришел люди были которые лучше меня грибли гораздо быстрее грибли это все вообще понятия не может такое уже были призеры чемпионы этих вот офиса у нас там все время был через полгода всех обогнал не потому что это его хорошая потому что тренировались нормально и тот же деревян когда ему заколебался какого хрена хорошо он раз три дня меня гнул вот реально нагибал то есть заставлял тренировки интервальные интенсивные все стали делать я пришел гребли верну какого хрена эти делать гриба 500 метров условно в двух с половиной минутах это плавание есть плавание начало тренировку то есть 500 метров прогревали развернулся поехал еще раз 500 метров то что ты его засох там за минут с копейками программ на разворот и дальше туда-сюда мне говорят дурак так делать нельзя нельзя но нельзя результат то есть поэтому есть уже другие виды спорта но почему-то в гребли то же самое кстати говоря было если вы прочитаете по голомедону когда пришли голомедону тренироваться вот на можете у них спросить они все покажи вы здорово в массе своей когда они стали тренироваться методики сергеева то что прошу тебя рассказать не тихо строится в хреновых а просто то то что у нас было в свое время то что мы чем и делали не стал тренировать провязан сергеев которая была верта верхошанский как там очень неважно кто из них дал сам методику они их по ней гнули они тренировались реально в разы больше чем все наши грибцы через полтора года они показали обалденный результат там выиграли помыли на призах на союзе все не было хорошо но великий могу 4 грамм их нас рожков сказал в итоге что нет это неправильно тренировок нас и делать наоборот и ушел опять из этого интенсивной тренировки но короче по времени тренировка интенсивно но нами три часа и потому что интенсивно соответственно ушел ушел опять вот эту нашу бесконечную там какую-то километровую езду и еще какие-то вещь в результате получилось то что получилось они они сразу проиграли и пока опять не каким-то образом не стали возвращаться на назад это интенсивность ничего не получил живой крючкин живой переверзов спросить у них расскажу причем я сначала услышал от них на днях про что в интернете и кстати говоря еще заканчиваем программе и поводу читал про тех же пловцов значит когда у нас передали 580 года была государственная программа что мы должны все нахрен победить потому что линкада у нас и соответственно наших на наших плосов пришел тренировать тренер воцеховский главный тренер стал который был до этого помните борца плавание разбирался не очень хорошо но значит организатор был просто безумный и он пошел по тому же пути почему по по которому пошел вчера то что мы смотрели с вами кино про движение вверх он просто значит где где у нас сильнейшие плосы в америке или в америку и вот это вот семьдесят восьмой год эпоха застоя наши спортсмены по 3-4 месяца жили в америке тренировались первый год они приезжают клуб называется мишель ехал значит который выиграл чемпионат америке я первую дали другу техник назад не помню они приезжают клуб который выиграл чемпионат америке там народ вообще практически не плавали они все занимаются штангой качаются у них у всех висит в плакаты значит со самых здоровых там футболиста бодибилдеров кого-то еще какие-то мы их объемы что к чему значит и вот они молчат это делают силу потом и бросают в воду и они вводили ну то что вот нужно только конкретно для воды просто перестраивать выиграть чемпион америке там у них еще чемпионы там чемпион америке соответственно и в мировом уровне тоже практически чемпионы или близко этому все хорошо приезжает значит наши тренера туда привозят кучу тренажеров у нас они значит делать в бассейне в теме тренировались почему я знаю потому что у нас тренировались делаем тренажеры самопальные какие-то там все это дело творим начинаем качаться потом в воде плавать так постольку поскольку все штанга 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 люблю мне поэтому очень нравится на следующий год выиграл клуб мишель ехал ядрёна боже они едут в клуб мишель ехал приезжают у них мили делают чемпионов штанги нет вообще только растяжка только значит плавание вся сила идет через лопатки которые делают привязываются веревками резинками дорожки значит тренируются учиться ничего ничего сейчас таки вообще никакой наши приезжают так понятно делаем штангу лопатки привязываемся значит резинкой ботику плывем все вместе то есть но факт я к чему это говорю потому что когда есть понимание что мы делаем когда есть системная системность в голове о том что мы хотим получить от тех с кем мы работаем идите по слову материал а спортсменов хотя ребят которые к нам приходят тогда все получается а как это уже просто совершенно философический и что для меня самое печальное я вот пока был директор федерации и главным тренером прижал пасти пастилионе к пастилионе приехала мигачева первое что он сказал вот реально он вошел в это не знаю что рассказать все умер есть мир принялся у вас да все что я сейчас вам расскажу я читал у вас это из ваших значит те технические аспекты там я смотрел у иванова там еще называл называл наших спортсменов ну хорошо коль вы значит не знаете давайте вам повторю иначе он говорит ну тут то же самое сейчас шамиль говорит там два поэтому по работе в зонах там еще что-то причем все наши тренеры мы знаем это все что-то нам рассказывать смысл то что ряд только сами вот вот то что говорит шамиль это база который вам позволит это сделать другой ничего тот же с практиком когда все расписал у него потом спрашивает хорошо вот и вот как как мы поняли а вот как ты вот конкретно подводишь к потому что чемпионов стоят вот как тут вот это вот 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 а вот это говорит это уже искусство это уже то что к сожалению нигде никогда научить невозможно это или есть или нет все то есть вы можете быть очень хорошими тренерами вы можете двои до определенного тренера садочкой линк классифицируется найдет хорошего очень хорошие ваше и элитное то есть очень хорошие это который берет из любого человека делать это положено мастер спорта то есть у вас за уровень выводит и суд какого хочет он бросает там час метроскепка пройдет а мастер спорта сделаю знаю очень хорошие которые когда это где-то периодически может что-то сделать а скажем у нас такой смею точки зрения аркеля который в принципе очень хороший тренер но у него народ стреляет когда когда ему захочется вот никогда надо когда захочется царе скажем умудрились за там два месяца до чемпионата до олимпийских игр до показать лучший результат сезона в мире рекорд мир установил через полифинал на олимпиаде есть вот идет выдающийся тренера который хрен его знает как но в нужное время оказывается нужно вместе вот скажем тот же справка на течение ну бесконечного времени уже сделаю как в союз развалился 92 года время призы на мере чемпиона мира призы на олимпиаде чемпион олимпийских игр как он это делает до хрена узнать он сам не знает но делать поэтому и в этом можно сделать только путем этих вот проб и ошибок внутренне понимаете вот вы должны придумать сами себе вот я подвожу спортсмена скажем там чемпионат москвы вот он меня должен показать такой результат показал молодцы шажочек сделали все дальше пошли проанализировали как это получилось потому что ничего не бывает просто так у вас и вся вот эта вот работа она должна быть практически математически просчитана вот надеяться на то что они 3 тренировки я три тренировки хочу делать вот кстати говоря опять нехорошо говорить про себя но когда вот я выпрыгивал подтягивался вот так у нас гребется феногенов когда я пришел он был чемпион москвы там вам даже где-то папа союзу выступал хорошо на том же уровне он этого не делал и потом когда он увидел через три месяца что стал гораздо быстрее грести там чуть не получат стал вот он стал прыгать не подходит наш доблестный геннадий иванович остахов слух хлопотова плечо и говорит фене поздно поздно раньше надо было делать поэтому при этом основное вот поймите пожалуйста шамиле ты расскажи вот в принципе какие бывают методики понимаешь потому что то что австралийцы тренируются 44 дня в неделю ну хорошо пускай тренироваться 8 раз на делю и результат будет тоже основное кредо основное мое кредо отдых никогда не мешает хорошо тренируем спортсмен это вообще смертельность здесь я буду спорить до бесконечности меня уже три человека на этом погибло потому что когда хорошо тренируем спортсмены которые достигли больших результатов больших успехов и когда начинают начата рассказывать новичка и когда вот я помню у нас скажем чемпионки мира там чем когда у твой уши тренировались 70-х годах когда он их отправлял идите типа грести они за угол и отдыхать и потом а потом результат а он год специально это делал то есть когда ему надо было чтобы они творили чудеса то есть мочили он на катере за ними а когда он понимал что они могут отдохнуть прошли будут очковать на что-то так скажем себя морально снимать ответственно за он так значит 15 километров вперед там курс такой тем такой то сам сидит дома они за угол и еле-еле там отдыхают он точно знаю что не отдохнули точно знаю что они восстановились на следующий раз все некая мелкая тренерская хитрость то чтобы вот но когда надо извините верхом на катере верхом на спортсмене сделает вот работу должен сделать кровь износ это виктор тяпанович алёша да вот тут кстати я не соглашусь я считаю что между тренером и спортсменом должно быть полное доверие не так как мы пришли к нему от не неких на шаманную которым были приучены делать все начали тренироваться с ним и просто вот мы не выдерживали через полгода задали вопрос какой-то был разговор а вы чего все выполнять то что я говорю мы таких ну да а я говорит вам даю с таким расчетом что примерно 3 сочканете значит в этой ситуации в итоге из восьмерки который будет через полтора года нет я согласен есть и такие варианты я поэтому говорю что нельзя это говорить то что здесь вот я стал согласен должно быть доверить тренер с процент то что есть люди которые фанатично выполняют есть те которые слушаются в организм и делают то что организм говорит они умеют контролировать собственно опять же это должна быть должно быть взаимодействие тренинг и спортсменами дает то что если сможешь его и должен с тренинг и все время методики уж не я я даже сейчас тогда расскажу так сказать это порой погрузился в воспоминание 88 года значит когда было молодежный союз и значит я володя гогойный стреляев выиграли все расплошное весло тогда сборная союза молодежно выступала в ростове-на-дону отдельной команды или к степане подходит ко мне значит а я же там и планы писал и как бы тоже тренировал и спрашивает какое твое основное кредо я виктор степанович а мне что-то так это смешно стало насчет такого класса отдых никогда не мешает спортсмену который хорошо тренируется а еще и выводишься не до тренировать чем перед тренировать а какой объем об этих нагрузку выполните в этом году это ребята первый год по молодежи выступали я бы но это еще июль месяц и вы там где-то порядка 750 часов получится еще чуть-чуть приврал скажем так тоже тогда было таскать эпопея значит 1200 тысяч часов во мне бы я пропускаю не сырные слова значит надо 1200 его ребята верни ли это степаныч у меня ребята выходят на старту не в глаза горят ваши ребята в потусном взглядом выходит на старт вот и все этим по мучили двери через день ей ребята вот наши молодежные наш выиграли восьмерку взрослые взрослые чемпионат союза его не вторыми были на чемпионате союза это по поводу каждого каждого скотни вас тут очень важно можно и тренироваться и 750 часов выигрывать а можно сказать тренироваться 1200 часов тоже выигрывать потому что тут разные нюансы могут быть и каждому спортсмену сказать должен быть вот когда приходит новый спортсмен тренер всегда должен вместе с ним учиться потому что каждый спортсмен это и не дали нас начали только психологическое но и дай мне сказать вот просто по организму функционально значит теперь начнем немножко с функции нажат по поводу функции значит у нас вы прекрасно понимаете что значит вот панно панно значит надо было решать панно значит теперь поговорим про панно и про концепт значит панно значит вот у нас тест вот мы выполнили тест максимальная значит 10 грибков это у нас максим значит тест который характеризует максимальную анаэробную мощность максимальную анаэробную мощность значит допустим у нас тест 1000 ватт получилось 1000 ватт мощность на этих 10 значит 10 максимальных грибках у нас уровень панно на каком будет примерно уровне как вы думаете вот вот на этих грибках тут циферки скачать и похоже значит уровень панно значит будет на примерно 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 подчеркиваю на уровне 400 ватт вот он про просто показатель примерно значит это сколько у нас получается 40 процентов а мощность которую спортсмен может показать на концепте на длина дистанция 2000 метров это примерно будет 500 ватт то есть 500 ватт умножаем на 80 процентов получаем что опять же искать мощность на уровне панно значит пойму важно виды спорта на выносливость значит и над этим все спортсмены работают каким образом каким образом можно повышать уровень панно вот у нас есть тест вот конкретно тест преодоление дистанции на 2 и 2 километра мощность значит берем 80 процентов от этой мощности от этой мощности и выполняем нагрузки значит какие нагрузки значит что лимитирует у нас при выполнении нагрузка гликоген который находится в мышцах который совершает двигательное действие в общее время общее время работы на уровне панно максимальные подчеркиваю это пределах значит 80 от 80 до 90 минут нас великоген собирается в мышцах опять после такой нагрузки где-то через два-три дня полностью восстановление идет значит каким образом значит ну что значит выполнять нагрузку 80 минут непрерывно этом на концепте это не интересно скажем так вот я просто предлагаю вариант это максимальная нагрузка значит 6 раз по 15 минут на каком темпе тут очень важен опять же подчеркнул здесь вот среди с тем что значит не юрий семёнов говорил и по поводу носил силу и русский методик значит темп 16 но максимально быстрая проводка максимально быстрая проводка мы должны на любом темпе на темпе 12 на темпе 10 на темпе 16 добиваться максимально быстрой проводки за счет этого за счет этого то что сказать вот значит увеличиваться лапе а то худрик быстро быстро просто у нас их промежуточных великой и значит игрека и вывели критических волокнах увеличится количество метахондрий все бьются там метахондрии надо увеличить в тех мышцах которые совершают двигательное действие вот вам пожалуйста вариант такую нагрузку можно повторять те максимумы это максимальная нагрузка через два-три дня уже не будете все время каждую неделю выполнять значит значит их можно выполнять нагрузку мы максимально один раз в неделю вот такую нагрузку потом у нас идет адаптация организма к этой нагрузке просто по показателям пульса пусть на этой нагрузке стал не сто шестьдесят восемь а сто шестьдесят два мы увеличим мощность на два с половиной процента и повторяем то самое нагрузку у нас опять пусть а произошла адаптация значит мы опять на два с половиной процента высоко квалифицированных спортсменов высоко квалифицированных спортсменов мощность на уровне панона находится на уровне 90 95 процентов от мощности 7 пока мы таким образом постепенно то же самое то же самое можно делать на воде то же самое вы имеете грубо говоря планируемую соревновательную скорость да тут у нас сложности какие с температурой воды с ветром там со всем этим значит новые допустим нашли такой кусочек значит 80 процентов от планированной соревновательной скорости на небольшом темпе потому что когда вы идете на темпе 16 вы никогда не заберетесь с высокий вас но высокий лактат но максимально быстрая проводка сейчас могу сказать что и лыжники работают такие варианты такие варианты то есть они идут небольшим темпы но очень мощное отталкивание очень мощное отталкивание вот они таким образом сказать лыжники все работают сейчас все зарубежные таким образом мы повышаем что количество митохондрии в работающих мышц то что сказать вот силуяновский вариант и второе сказать порог анаэробного обмена в аэробной зоне мы не увеличим лактат это вот пожалуйста вот это в эту вариант так сказать как можно это все сделать объединить повышение панно и силуяновскую методику силуяновская методика не только в этом заключается повышение панно и еще статодинамические упражнения на меня тут есть ролик чтобы вам не рассказывать вы наверно знаете что такое стать динамические упражнения но можно ролик показать рэксер нас рассеющие мышцы статодинамика нас рассеющие мышцы спины со звуком здравствуйте дорогие друзья сегодня мы специалисты спортивной металлогии не выречен и горя и я с вами проходит это из лаборатория силуянова разобрать вопрос который нам очень часто задают в комментариях к нашим видео а вопрос звучит так как тренировать широчайшие мышцы в статодинамическом режиме так чтобы чувствовать в них жжение не будем вдаваться в то какие мышцы работают в упражнениях на анатомию то и так все знают ну отлично на примере 3-4 упражнений мы покажем как добиться жжения в широчайших мышцах и первое упражнение у нас будет подтягивание теперь мы чё пойдем к сергею значит мы это типичная реакция значит организма спортсмена на воздействие нагрузки значит что такое вам расшифровать это или не надо вот у нас воздействие нагрузка после этого у нас идет что супер компенсация да обычно обычно значит тренеры значит дают нагрузка именно вот в этом месте обычно хотя адаптация на большом экране ну давайте так вот здесь нагрузки падение рабспособности супер компенсация и как правило тренеры дают нагрузку вот здесь вот хотя адаптация еще к этой нагрузке не прошла нет не произошла потом после супер компенсации всегда существует даже если вы здесь не будет не будете давать нагрузку всегда идет западение и после этого мы выходим на уровень у на новый уровень адаптации работоспособности вот здесь вот как раз по методике сергеевой дается вот эти удерживающие нагрузки если вот это переводная нагрузка так называемая то здесь удерживающая нагрузка значит как правило значит значит ударная нагрузка на очень сильная значит по воздействию на организм спортсмена два дня спортсмены ходят не уходят цветочки вообще ничего не делают потом значит но там нужно значит опять же подчеркивать и нагрузки можно делать только когда у вас очень хороший фундамент же подготовленности спортсмена переводные нагрузки можно делать только тогда и переводные на вернее ведь и удерживающие нагрузки даются вот здесь вот вот вам просто сейчас пример расскажу значит один пример значит когда значит нужно было одной спортсмен очень быстренько улучшить результат на 6000 метров на концепте значит результат мимо опять же подчеркиваю значит и чем более тренирован спортсмен и более высокий результат показывать тем меньше сказать у него можно ощутить вот эти сдвиги когда по всего здесь нагрузок нас нагрузка была такая 10 раз значит по два километра с мощностью 80 процентов от мощности на двух километров значит 10 раз по два километра значит два дня нюхание цветочков значит на после это 30 процентов то есть три раза потом через день 50 процентов значит значит и через день 70 процентов то есть 35 и 7 значит опять же подчеркиваю чем более тренирован спортсмен и тем более чем болен у него высокий результат тем меньше сдвиги получишь но сдвиги все равно получишь в этой спортсменке хотя мы не ходили 6 километров у нее результат значит на 6 километрах на концепте вы лучше особенно 20 секунд вот там просто простой пример за один такой цикл такие циклы значит как правило занимает вот смотрите значит воздействие нагрузки день два дня отдыха 3 от 7 до 18 дней это опять же подчеркиваю нужно делать только тогда когда спортсмен имеет хорошую базу потому что вот этими нагрузками на этими нагрузками можете сказать совсем так сказать срыв адаптации произойти значит опять же сказать нагрузки какие мыши в основном так сказать вот эти все ударные нагрузки делаются гребли концептами почему тогда при сергей ходили там 10 раз по 1000 значит 15 раз по 1000 тогда не было просто gps-ов поэтому таскать контроль таскать происходил таскать так вот скорость рожков такой очень любит до рожков значит любит такие значит тогда не будет же то сейчас gps есть поэтому таскать вы поймите значит вот мое основное кредо какое вот вы допустим выполняете работу на воде на 80 процентов от планирую соревновательной скорости у вас gps вы контролируете скорость порыв ветра в российский прибор анимометр по ходу который милит скорость ветра значит анимометр вы можете сразу вести поправку по ходу лодки ставьте анимометр еще на катер и контролируете вы можете сразу поправку вести потому что порыв ветра налетел значит вы уже можете сказать какие-то внести коррективы скорость не может спортсмен держать уже 80 процентов вот эту скорость так остановите дайте паузу отдыха повторите снова с этой скоростью когда задают нагрузки там т.н. 22 и поехали сказать там две как ее семейцы говорю там длительная тренировка 25 смысл такой тренировки да значит на первоначальном этапе подготовки спортсмена когда базы такие длительные тренировки для капитализации мышц нужны но потом когда уже какой-то стаж появляется вы должны работать строго дозировано лучше так сказать выполнить грубо говоря пять раз по 80 процентов но вот 80 процентов скорость пять раз допустим по 10 минут тем допустим у нас будет скорость падать а вы будете все равно там 40 минут идти на темпе 22 самое главное лодки это скорость и все тренировки на воде должна задаваться по скорости но опять же значит не надо стремиться к высокому темпу потому что когда у вас высокий темп вы обязательно заберете высокий лактат а высокий лактат убивает аэробную выносливость вот поэтому даже на воде даже на воде если вы идти на небольшом темпе но с максимально быстрой проводкой вы добьетесь роста аэробной выносливости роста митохондрии и повышение панов чё теперь про сергеева понятно да теперь что хотите нет это тоже желание понимать я хочу то что вас интересует не то что таскать вот юрий семёнов не сказал по силуяна вот расскажи там значит это я могу вам сейчас считать по силуяна как значит увеличить количество митохондрий насчет промежуточных волокнах как увеличить или коллективских волокнах я вам сказал например как это можно сделать просто например не теорию обмену практический вариант значит таким же образом допустим по сергееву можно было опять сказать там что происходит в клеточном на клеточном уровне там с циклом крепса ямка рассказал конкретный пример как можно это сделать значит если какие-то вопросы поэтому то пожалуйста если вы какие-то пожелания по поводу этого по поводу 100 динамики там она направлена на то что на гипертрофию этих медленных волокон правильно туда но насколько рабочие мы на самом деле пробовали не очень-то и получалось и кстати там силуянов говорил что это подходит эта штанга для сердечников и для людей страдающих с давлением после этой работы на самом деле очень многих наоборот а какого возраста ребят вот вы выполняли с этими ребятами ну вот это уже молодежь последний год юноши извините у них там переходы переход таскать возможно как раз это и не стоит это делать в этом волосе от и в этом волосе имеет смысла делать потому что скатюне что сходить развить сердечно-сосудистая система встает от их таскать и роста такого гипертрофия короче давление поэтому это все это сказать нужно таскать уже делать извините там лет с 18 минут где-то там кому-то как его даже сейчас ребят постарше все равно но если таскать у него идет идет рост таскать еще рост организма таскать и еще таскать то смысла не вижу вообще тогда делаем перерывчик небольшой вот а вы мне какие-то вопросы дадите а я к этим вопросам после перерыва подготовлюсь а как переводную делать с чего начинать с чего начинать критерия оценки что так что между дел что то потому что 30 процентов это они все равно тренируются в отдыхе там техническая максимальная сила возможно какие что можно делать в эти промежутки промежутки можно делать значит когда вы работаете на вносливости во что падает сила когда вы гоняете здесь то проходите дистанцию там допустим гоняет отгоняется на соревнования штатка падает работа через воду правильно падает так сказать вот это работа через воду мощность поэтому что после переводных нагрузок вот значит вы работаете над силой что после значит гонок гонок как бы пожелание что после перерыва нам рассказывать с детьми немножко улубиться в этот вопрос трех и четырех тренировок неделю и попробую скажем так я меня ориентировали на высокие результаты сказать ну во первых надо учитывать что допустим у девочек там где-то в районе 14 лет 15 у мальчиков 13 14 лет где-то вот так вот они учатся под у них значит нельзя работать на скорость силовыми качества на скорость силовыми качествами лучше сказать работать на над выносливости то есть попозже надо работать на скорость силовыми качествами только вот так вот могу сказать потому что у них преобладание идет таскать вот скажем так в этом возрасте идет преобладание медленных мышц а потом таскать часть этих мы становятся уже таскать этими мы стране поэтому до 13-14 лет лучше работать грубо говоря над выносливости но и общеразвивающие упражнения вот мы как раз внизу там разговаривали на сейчас вообще грибцы перестали значит играть в футбол баскетбол ну вот кстати тут по поводу игр вот я как бы в прошлом году там допустили там проект по сотрудничеству с ребятами они специалисты по движениям и они протестировали меня ребят и сказали что на поводу минимум футбол исключить потому что у всех предрасположенность травме колен это в каком возрасте 13-14 15 лет то есть у всех связки не готова и во первых очень плоскостопие то есть сейчас дети приходят с плоскостопием вообще просто беда плоскостопие сколиозы там очень много всего тестировали и те кто занимается уже год-два и те кто кто-то прошел то есть многие порекомендованы были стенки специальные там еще как и именно поэтому они просили исключить нашли как если вы то есть очень большая вероятность травм если вы хотите провести сезон полноценно то есть вы тестировались это был наверное ноябрь месяц хотя они меня все очень а баскетбол баскетбол мы не обсуждали просто потому что сломанные пальцы и сотрясение да пальцы это тоже беда потому что у меня сестра баскетболиста профессиональная и давно еще когда у меня был зал баскетбольный когда была возможность и тоже несколько детей сломали ну как сломали то есть они ловят с прямыми пальцами и трещины в костях и она говорит но у нас мы мотали конечно специально я не знаю почему я тебя ломают я говорю я тебе скажу почему я знаю потому что школе их этому не учат к сожалению и они тупо не умеют ловить мяч а сил у них уже есть то есть кидают они соседури а поймать не могут культуры движения отсутствует то есть люди дети приходят 13-13 у меня там рядом школы находится я просто смотрю иногда когда на улице проходит урок физкультуры я буду крашивать учителей скажем так ну так типа кинул и не свести а тут проблема большая знаете в чем даже не в учителях а в родителях сейчас же право ребенка если не дай бог нагрузить ребенка это сразу суд суды я просто пример значит идет парнишка матерна это врага сама там его счастье войну бы сейчас жопу надеру вот не имеете право я нападу подам на вас у тебя вот так подавали ради бога свои права не знают обязанностей нет здесь я горюшка этот момент игровой действительно надо больше то есть по хорошему то есть у нас к сожалению я не знаю как других школах но у нас строится просто даже я считаю просто изначально неправильно работать потому что мы не имеем своих например залов то есть начинать вот они приходят там условно у нас 13 14 лет у них там те там две тренировки в неделю должен быть игровой зал просто даже культура движения что они бегут они не умеют остановиться близко то есть мы ездили в прошлом году там в лагерь зимой была возможность там был у нас каждый день был зал и каждый день буквально бассейн за две недели то есть мы тестировали сплавляли меня тысячу до в этого лагеря и прошел лагерь и через неделю там после лагеря плавали на тысячу по полторы по две минуты дети сбросили время просто от того что они стали плавать и стали лучше двигаться потому что я их не получалось то даже мы там с этим мечами у каждого мяч там введение там броски они умеют останавливаться то есть вот он лежит и надо остановиться прыжком на две ноги они не понимают как это сделать то есть в школе не учат ничему вообще ну за очень редким исключением поэтому это вопрос о том что конечно уровень как бы зоны высоких результатов это все замечательно нужно к ним как-то идти поэтому надо поэтому надо начинать с детишками которых приходит 13-14 лет компенсирует то что не дает им учить его физкультура скажем так бывает иногда просто поздно да уже как он Юрий Семенович говорит киноденов поздно выпрыгивать так и тут кстати выпрыгиваем очень хорошее упражнение очень хорошее чем председание со штангерского нет ребенок как бы не занимался спортом до 12-13 лет там 14 когда приходим в греблю ты понимаешь о том что ты года два-три должен потратить чтобы он хоть как-то выздоровел ну да он может с двух ног вот на такую высоту не может толкать с одной ногой второй выбирает помимо того что у них у всех почти сколиоза там всевозможные вот если большой он большой он уже даже свое тело держать не может они приседать не могут просто приседать они начинают наклоняться и на пальчиках стоят назад не могут сесть то есть я уже говорю ребят вот я присвоить я могу это сделать ну как вы-то не можете не могут что матворка лишь хорошо найти там в каком на воде сейчас уже закончилась только взяли концерт штанга и бег ну а по какой методике по какой методике значит 10-15 лет я могу сказать так там все настолько обобщенно написано значит вот опять же опять же значит каждый каждому ребенку так сказать скажу вот такого надо проходить недавно потому что если вы допустим значит ему только-только на счет тренироваться если вы так сказать будете давать длительный нагрузки он завязывается потому что не интересно ему это не интересно нужно чего-то сказать больше игр больше где заводится ребята на эстафетах правда христофета это вот заводка такая идет они будут таскать все время бегать вам эстафеты там какие-то еще те делать вот придумать эстафеты с какими-то такими упражнениями для таких вот ребятишек потому что самое главное чтобы они чтобы они втянулись а потом уже давать нужно опять же сказать копись еще бы продолжать но я могу сказать так что если штанга только очень легкая очень легкая штанга если штанга на правильность выполнение вот после эти возьмете гриф штанги и будете делать подвы до подбородка пусть они делают подвы до подбородка очень прекрасное упражнение грибцов прекрасное упражнение его практически сейчас мало кто делает и вот хожу там значит стрелу грибной курс 3 мне 14 пешком минут пешком эти там 26 тренеров по гребли 26 значит я честно скажу оставил бы там 3 этапы годичного цикла которые приняты практически во всем мире это вам блоки а у вас нет подготовки на гроблера есть я могу сказать я сначала вам скоро скажу как носит оттуда так сказать по поводу справка на и по поводу гробля таскать его из воспоминаний реглеева но если когда на что интернер осу спраклина он говорит что иногда ну когда кони попадают здоровый насчет они это с хотим выигрывай значит но часто это было как бы случайно а когда мы попали гроблеру то у нас все было все закономерно и все будет мы знали что так и так значит значит тогда тоже когда гробля приехал во мне значит он мерил дистанцию 500 метров тогда джипсов не было и они ходили ровно на счет то есть какой-то заданной скорости то что как раз и самая лучшая заданная скорость падает до свидания могу не могли понять что такое вот мы ходим от искать и вместо того что когда нас этот спраклин так сказать мясо из нас делать на самом деле очень интересно в книге пометил что типа спраклин технар я могу я могу сказать так я могу сказать так что вот я девчонка который на концерте как катя козыренко нынешняя костюхина я сказал значит но я-то и это сказать одновременно когда на честный в начале тренировал значит я поставил ее сначала сделать узи значит почему я расскажу значит здесь сделать не сказал но не это сказать то были небольшие не помолили таскать и сказал катя вот так по большому счету тебе откровенно ты в юрках что-то можешь показать женщинах тебя делать нечего насчет уже поэтому насчет выходе замуж рожать детей и завязывай с этой греблей она пока не связала пытается что-то сделать на в женщинах она женщине покажет это просто год у вас есть перспективный спортсмен значит у него лимитирующий фактор какой и ширина аорты я в диастолу вот я могу сказать у кого широкая диастола значит в диастола ширина аорты в хорошие стопудово у него преобладают значит виды спорта на выносливость вот стопудово туда его у него медленные мышцы и волокна у него там все хорошо остальное вот и все значит приведу примеры по ширине ульга ли ямала его крупная женщина значит четыре с половиной сантиметра значит не шина в четыре с половиной сантиметра сашу стена который потом был еще легковесом значит почему я сашу стена вспоминают часто потому что он будет буквально но с володей гагой вот с такого возраста его там значит но до восемьдесят девятого года вместе вели на вот когда там на восьмерку наше разваление значит у него четыре с половиной вот и все я же не говорю про другие показатели сердечных толщина макарда вот это все если вы хотите что-то сделать вот у вас какой-то перспективный спортсмен есть вы должны посмотреть чем собой представить сердечко узи сейчас это делать на каждом шагу это не в те времена там какие-то там так сказать когда аппаратов узи практически не было а по поводу гробблера я там пишу одну статейку я там таскать вот эти силы скажем так то что на 30 конференциях фиса все это изучал переводил нас это сейчас сколько что кое-что вам покажу по гробблеру вот этого зафиксировали правильно по поводу вот этой блоковой периодизации который искать усиленно рекламирует и сурин она подходит в том варианте в котором расписан расписал в книжке она подходит для тех видов спорта где много стартов значит в варианте когда у нас грубой пытать не период длительные у нас сигнатный период короткие она не подходит там это накопительный трансформирующий микроцикл генериционной у него такая схема когда я появился осень 2013 года вместе с веленом сборной это было в италии а если назнаю 77 годом больше питерский человек и вместе мы в аспирантуре учились раньше намного значит толковый мужик хорошо знает доскать новое исследование но он как так сказать не нож которого в практике нож которым от практики носит на балл верно задали течение дней написали годовой план с и сурином значит понедельник и все три трое суток на год нас иваннику сказал за перабелами чтобы они там через три дня выборе все три дня я спорил с сурином значит у него этот какой вариант большой большой объем нагрузы григорийского то есть большим алктатом и практически в эти же так сказать микроцикл нет работы значит откатывающий то есть которые компенсирующая работа три дня спорил а так как на что он доктор наука вечерин я не доктор на что у него там северного привела на что они пошли туда значит я в разговорах с трейлерами говорил ребята не выполняйте не надо вот этого делать не надо этого делать потому что сказать это потом будет плохо значит тогда женской распашной листодии люди состреляли значит они все четко делали по плану у девчонок значит распашнец значит мы там с этим с биохимией делали панно апреля максимальное помогло есть не ошибаюсь где-то 230 и 240 ватт значит да хотя это сказать в этом варианте сказать лучший вариант от 300 и выше скажем так то есть когда у тебя низкая по море счета сказать делать гликопертические нагрузки и так базы нету а так еще база больше разрушается значит в итоге где-то в марте по моему все распашнице просто свалились тоже значит это какого сахкина алектина сахкина же бойцовой девчонками она не смогла 6 километров прокрутить она просто сказала все она умерла база нет базы вот и все поэтому база создается значит ровная когда у вас достаточный уровень панно только тогда можно начинать гликопертические на жесткий байдарки верно принес а там байдарка со спринта ну да так я ему пытался так нет но хорошо я но я пришел к его никогою михалыча был но ты же блин должен соображать то значит нельзя жила гликопертические нагрузки никакой компенсаторный он говорит ну да я ему это верно верно то скажи но так и не сказал поэтому не создав базу нельзя делать гликопертических нагрузок и когда ты делаешь гликопертическую нагрузку вы знаете же циферки значит там при лактате свыше пяти-шести миллимоль у нас все начинают разрушаться митохондрии над которыми усиленно работали весь питательный период и если ты работаешь и значит каким образом и опять же значит у нас разрушается все клетки у нас обновляются в том числе и метакондрии но значит так они вас быстрее просто разрушаются нам нужно их увеличивать поэтому когда вы сделали гликопертическую нагрузку грубо говоря так сказать с высоким лактатом вам нужно подводить к соревнованиям что нужно делать компенсировать ее чем работой в аэробном режиме если вы делать опять же почему я говорю что лучше всего работать на небольших темпах но с максимально быстрой проводкой вы таким образом значит выполняете вариант искать и увеличивая количество митохондрии и в промежуточных и высых и они не окислятся потому что темп то 16 за счет того что не на темпе 16 вы никогда не заберете в высокий лактат никогда даже не заберетесь в высокий лактат при такой 15 минут на работе на темпе 16 но пауза опять же подчеркиваю мало ли что мало ли что пауза отдыха на самом деле по поводу не заберешься мы уже марлину максиму знаете да мы на самом деле мерила лактат после силовой работы на концепте на темпе 10-12 и игрока люди максимально прикладывались у них лактат был выше 6 6 точно выше 4 то есть на самом деле все равно какие-то ограничения на все равно там у кого-то по самые зоны надо какие-то ну хорошо 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 я значит давать им расскажу значит такая такая нагрузка маленьким гривком какая-то такая нагрузка не было тогда концерту был цескать это какой-то говорит монарх значит такая нагрузка пвц 170 всем сдавалась мощность народе пульса 150 вроде 150 там с газоанализом с биохимией со всеми этими делами значит что случилось служила критерием окончания нагрузки сначала снижение чсс то есть когда сердце полностью адаптироваться к этой нагрузке начала снижение чсс к этому моменту значит пусть увеличивался до 188 192 а вся работа в аэробном режиме по лактату и по газоанализу вот тебе пожалуйста то что то сложные варианты я могу лактата вообще такая вещь значит все считают по но значит на уровне 4 миллиметра а по на может и да и да и на что сказать у одного может быть и до 2 и 4 она извините у кого наши у кого-то на 6 там же еще наверное когда ты уже на утилизацию работаешь в адаптацию к лактату там тоже менять и потом другое дело значит вот эта ступенька которая делается принята его внешне с минуты с хотим тарал отдыха не совсем правильно и во всем мире как бы не совсем ну делается ступень чтобы глядить по моим пока ступенчатая нагрузка ступенчатая возрастающая нагрузка начало не уже три минуты за две я могу сказать что я могу сказать ребята значит что лактат мышцах больше чем лактат в крови он должен оттуда выйти значит скорость у каждого индивидуальные выхода у указа недавинная значит вот и допустим те же авторицы дело семиступенчатую значит семиступенчатую нагрузку до отказа значит для чего они делают и во первых они задают ступенью зависимости от результата на 2000 метров у нас же стандартно там 150 это 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 а там зависимости от результата на 2000 метров до за это ступень последняя твоя нагружка на 7 а у нас может до 9 там крутит уже фонарел нет я просто боюсь что там было объективно на той же минута минута но принято у них ну ладно вот хорошо вот тебе конкретно мере значит сейчас через три месяца по но это значит нет они значит делают три минуты три минуты три минуты минуты так сказать у него на забор крови значит но если тебе стандартно делают у тебя какую скорость вывода из моих одна и та же значит но как-то можно сопоставить правильно в динамике 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 вот я вам говорю про эти протесты значит вот которые лучше использовать для это для чего для управления тренировочным процессом ты видишь строить график были до 4 не были силы то стало со специальной силы подчеркиваю хреновенько значит то нужно поработать над этим вариантом или с аэробной выносливостью начнут импи 22 500 метров тем 22 что-то как-то у него сдвиги таскать не идут пусть как был таскать вот три недели я допустим давал такие нагрузки отзывов то нету значит что нужно подумать что надо сделать правильно а когда по адаптации значит его опять же смотришь что дальше на опять же подчеркивать не всегда обе химии попросил значит когда в динамике смотрели его умение за фитки давайте мне графе потому что в графиках ты сразу видишь где тенденция начинается только они в циферике ты замыливаются смотри когда циферика смотришь еще один вариант значит по поводу контроля состояния вы не можете не имеете ни биохимии ничего не имеете правильно вот чем можете рост вес пусть и все значит еще на счету один из вариантов контроля состояния значит это про слюны или мочи в динамике смотрите в динамике вот он пришел после паузы дня отдыха извините значит тут вариант какой самый должен быть такой как вас хоть изменчивый показатель кислотности мочи плаш свалок на свои бумажки продаются в аптеках стоят они по моему 100 бумажек 30 рублей где такие цены подписывал посмотрел посмотрел плаш сопоставил с внешним видом опять же строишь график и смотришь это опять же управление тренировочным процессом закисление организма приводит закисление организма приводит к чему к сырого иммунитета к болезням значит не установился после нагрузок это вот как такой показатель который вам может помочь управление тренировочным процессом чтобы показательный значит будет или по слюне там сунул то сказать сюда значит лакомство бумажку или подписывал значит это уже вы должны определить даже сами для себя для одного может быть одно для другого может быть другое показатель то есть вот вот хотя вот эти два показателя которые оперативно вам могут суть говорить о состоянии в динамике если смотрите о состоянии вот у него там был бы допустим было 7 6 таскать пас мочи а сегодня 7 8 осмотрю на него кривой какой-то может заболеть вот такой вариант опять же так по круглеру сейчас найду эти графики у меня кстати вы его и проанализированы здесь эти диссертацию насчет вячеслав михайлович раскола которые не кольской которые они насчет циферки по тренировочным нагрузкам насчет сборной команды советского союза тоже это у меня все это есть а вы эту группу потом выложите эту статью выложите потом выложите а я говорю вы знаете на дне работы уже года полтора наверно значит и так периодически там чуть-чуть она должна вылежаться скажем так потому что что-то там такое мелькнуло значит и вот думаешь еще что-нибудь такое добавить или или убавить вот и елочные программы допустим это которые были приняты сборной команде советского союза значит это николай николаевич азолин с коньковый с большим количеством значит биохимии и всего вот они тренировочные программы пожалуйста не есть сейчас я найду это гроблера где-то мне я уже не помню давно не смотрел эту статью статичку она мне выложивается вот вы сергеевский варианта что он тут вот пожалуйста посмотрите как принято в мире сколько процентов таскать видно там или побольше это по иностранным источникам погреб сам вот дошли до гроблера и панды под до понушки вот суммарные объемы выполненных тренировочных нагрузок 2015-2016 сборных командами это по отчету гроблера на тренингской конференции фиса шестнадцатом году семьсот двадцать пять часов а вот насколько заставлены эти данные потому что так в принципе и действующим тренером свои программы публиковать его не принято и это обязательная программа то есть международная федерация заставляет публиковать такие нет никто никто не заставляет это его я могу сказать так что значит гроблер сам немец а что такое германия это орден порядок правильно вот поэтому там все считалось значит и гроблер таскать он себя значит почему-то сказать это а ним отзывался значит рейд грейф сказал что я после знакомства с гроблером значит очень зауважал значит восточно-германскую систему подготовки значит а восточно-германской система подготовки строилась на советской системе подготовки только у них в отличие от советского союза орденг если у нас там что-то там придумали то это не изменяли не значит применили а у них значит был такой научно-спортивный лестник советские времена который идут для служебного пользования был значит но где-то через недельку через максимум через день оказывается в гдр значит просто люди туда переправляли поэтому они очень много подчеркнули значит из-за работ вот вы знаете значит очень много подчеркнули за работу вячеслава михайловича рожкова никольской они все эти работы я просто общался там с одним таскать немцам по поводу рожкова ну вот юмих а михалыч или именно его когда и уже сделали старшим тренером тогда где будет а триатлон когда его давали в олимпийскую программу включили и он же три года по-моему да и то есть там такой провал вы меня слышали честно скажу нет нам вопрос будет на лекции нам триатлонист читал лекцию приводил михао михао триатлон до включили в олимпийскую программу там в каком 92 не суть и вот его привлекли как старшим тренером у сборной именно по триатлону по триатлону он начал как бы все вот эти вот грибные тренировки адаптировать под них и если там грубо говоря какие-то элитные наши спортсмены которых пытались подтянуть того входили там двадцатку в пятнашку то потом они не добегали до финиша вообще то есть там добегал до финиша буквально два-три человека они были там они в сутку или входили найти я могу сказать вот михао михао очень значит у михао михао дистанции совсем другие нельзя там тренироваться как носить опять же опять же подчеркиваю на 4 1 значит значит лучше выполнить меньше меньше вот искали что там объемы настолько увеличились то есть нагрузки он там такие ночь нагрузки и объем и ну и потом там такой провал люди просто до финиша не добегались то есть они стартовали а вот вот эту табличку сколько там часов у меня просто вопрос еще такой что вот мы возвращаемся к тому что было сделано там на тех же там то что на цска там набирали людей там экспериментально как и тренировались там от завтрака и до ужина и прочее и прочее все время здесь все вопросы медикаментозной поддержки этих спортсменов о чем не особо говорить ну там фармакологии не ко мне не ко мне вопрос просто хотя бы говорить об этом что среднестатистические спортсмены да и просто на самом деле если вот брать людей которые я могу процесс как когда эксперимент же брал там же очень ну там скольки тысяч там отсеяли оставили тех людей мне кажется который там металл переводит я могу сказать так что нынешний значит спортсмен экстракласса это фактически мутант по организму то есть он отрезка отличается от среднестатистического человека то же самое просто например аортового если у мужчины там 313 едва у парфиновича значит у байдарочника это мне доктор там чемпиона мира на 5 сантиметров такая труба из сердца вот это же кого-то сказать вот такие варианты скажем так а если тут еще так сказать там собираются трансгейдеры допускать тогда все будет хана но если там грубо говоря если ты посмотрел изначально на этого если она там два два с половиной сантиметра на нужно понимать изначально что это рулевой что ты с ним ничего не сделаешь предпределить перестра силы а теперь еще теперь еще подбираем школу спортсменов надо идти к медикам там врачу на узи этот вопрос когда в прошлом за прошлом году если вы помните у нас в мужском спорте собиралась спрашивали какие вам нужны тесты по отборам по всему вот давайте мы разработаем программу тестирования отбор ваш вид спорта и мы же тогда сразу сказали что все эти физиологические тесты в смысле вот по сколько он там прыгнул сколько он отжался это вообще не имеет никакого значения имеет значение диаметр работы и это какими мышечные волокна все ну вот пожалуйста вам график я почему и вспомнил что как бы сейчас нам же внедряют что в следующем году у нас будет на группу начальник подготовки в мужском спорте будет тестировать их насколько они пробегут сколько они отожмутся сколько они мы это делаем каждый месяц нет это понятно я про другое говорю что если приходит ребенок даже который ничего не умеет на физиологическом предисположен то визуально к заду за три научишь его это делать а если он приходит у тебя даже все умеет но у него лимит то что ты его хоть сто лет тренируй ничего не получится у тебя дважды группа с маленьким ругательски как-то звучит этот раз ты к сам беру привели маленького толстенького мальчика федорова тут говорит ну не лёвшина вернее сотен лёвшин не брал галифон идите к федору федор взял а мальчик вдруг раз и федора стал заслуженным тренером россии как первых три зато мы часто общаемся с или он теперь питерский же вот пожалуйста вам проглобливались хотели бы циферки я могу вам принести по этим по братьям которые хорватом вот пожалуйста динамика время передания дистанции братьями это дружка как они ходят немного быстрее чем ниже тем быстрее чем ниже тем быстрее по здесь время круто а еще вот по поводу концепта и по поводу значит результатов на два километра сказать за которые все бьются 7 метров 7 минут у женщин значит 6 минут у мужиков значит и все за сказать спортсмены которые грибут на концепте наши гипнотизируют монитор и смотрят на него значит вот 1 30 это значит 6 значит 1 45 это всем значит и вот нужно вот это значит нужно это тут еще очень важный так сказать факты имеет психология очень важный факт значит если вы перри значит надо ставить супер цель если допустим он гребет у вас там на где-то в районе 6 где-то там 6 там 10 6 15 значит минута двадцать давай пятисотку но пятисотку не он не сможет допустим выполнить много пятисоток значит другое дело значит вы берете просто такой психологический вариант сказать и психологические какой-то степени функциональны значит минута двадцать но ты грибешь сто семьдесят пять метров просто мы взяли такую цифру сто семьдесят пять метров допустим она и и погребай за 22 секунды значит интервал отдыха должен быть в два как минимум два раза больше как минимум два раза на каком темпе вы значит выполняете эту работу его нельзя вы создаете базу его нельзя за загонять бригадический режим на небольшом темпе 20 максимум 22 а работать надо работать он на 22 секунды он выдержит 20 секунд он выдержит нет я просто этого и психология хорошо вот он грубо говоря за одну тренировку выполнил на набрал так два километра уже психологии что-то щелкнуло помимо функции значит следующего я значит вы говорите давай бы полторы дистанции пройдем когда уже адаптация вроде какая-то произошла полторы дистанции пройдем на одну двадцать с этим набором там грубо по сто семьдесят пятом какой вы сами определите но там не бы не больше там группы 22 там 20 секунд такое время должно быть значит интервал отдых опять же подчеркиваю как минимум два раза больше быть должен быть как минимум два раза больше полторы дистанции прошли потом а давай теперь еще 2 10 2 дистанции пройдем за тренировку за такую прошел уже психология совершенно другая а потом вы говорите отдавать теперь не сто семьдесят пять метров идти а двести 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 метров будем идти двести метров вы мать те но снова одну дистанцию снова значит опять же темп небольшой вы проходите интервал отдых это а теперь двести метров таскать идет это не значит что вы там грубо через месяц через два через три добьетесь этого на это может быть и месяцем может и год уйдет но вы все равно в итоге добьетесь того что у нее супер цель будет выполнена вот и все и он не будет вы даже психологически он я теперь на одну двадцать гребу может быть еще ребятам в это я на одну двадцать тихо гребута и теперь уже две дистанции прошел по одной двадцать психологический момент психологический вариант а психология потому что вот это гипноз в это значит монитора ну да я даже делал иногда такие тестирования оставляют только метраж все старое того заклеивать и они проходят быстрее конечно вот связи с этим вам пример сказать из велосипедиста значит велосипеде логона четыре километра на велогометре максимальный результат показали показали зафиксирование все филологические сдвиги которые происходили значит через 72 часа им поставили монитор и вот свою скорость которая двигался значит вот с той же скоростью значит там аватар двигался на этом мониторе сдвиги гораздо меньше еще прошло три дня они значит теперь давайте как бы повторим такую же нагрузку а сами у каждого так сказать монитор вот этот аватар пустили со скорость на два процента быстрее я не просто и по прошли и у них так такие же так эти были сдвиги как будто вот они значит прошли там четыре километра за сколько дней пошли на два процента быстрее скорость психология потому что когда человек утомляется первый вырубает что голову а потом все остальное весь остальной организм поэтому психология очень важно и в гребетном числе европейцы еще не являются почему наши все такие серьезные перед стартами на стартах у меня что надо улыбаться во время науки стараться это вам показывали видел не видел там бегунья с барьерами 100 метров австралийская все таки перестатым а внимание маржа как умчался от всех как бежит а оглядывается где мне гаверма лавас кондаши рассказывает выходим на старт на международными и перед стартом на стебе подходим к стартам таскать разорвали мы поем песни начинаю смотрим чудо гребли они песни поют это их тюкала пускать надо надо противника выбить из седла и после старта и не байки я могу сказать то 66 год значит чемпионат союза в кого значит мы тренируемся там курить гребцам значит иванов выиграл в очередной раз чемпионат союза значит грузит лодку на конструкции беломорина и торчит его отсюда значит и чувствуется но так уже не трезвый скажем так все тренеры делают и что его не видит точно так же как 69 год тогда все сильнейшие одиночники были в это в тирасполе все в цвска вмф значит мельников иванов это зданович очень кучи всяких парников там было видите мельников с николаевым значит по 50 лет за тренировку ходили с трениров николаевым вот я сам был там за все время я на воде иванов идет три раза два раза в одиночке где-то минут по 20 третий раз там восьмерки кто-то заболел он там он там на мотоцикле с девчонками свинок мы и тогда на дебаркаде или насчет это какого там было наводнение террасполе там тубасарскую газ забомбили что не выдерживала она там в этом министре вода поднялась на 10 половиной метров представить с таким течением вот так и этом видео ты ура три раза его на воде значит утром мы уходим на построение значит иванов уходит нас покурить на палубу ну вот значит потом мельников ходит по 50 км эту за тренировку потом контрольный старт мельников он всех у всех выигрывает именников ничего теперь по 100 километров ходить что лет просто вот человек рожден был до гребли а она для любого вида спорта было что он и бокс любил талантливый человек талантливый во всем это уникальный просто человек его можно ни с кем не сравнить так что по поводу того сколько тренироваться каждому по-разному и вот эти я могу сказать вот эти часы опять же пишут книжки как они тренировались мой там и поход и на луне но не все не всегда не всегда нет не всегда же я говорю что просто создал базу а вот теперь посмотрите часы затрачено гребли зависит от рода спортсмена это панушка такой тренер знаете его а тепереча мне нравится слово тепереча общее время тренировочных нагрузок по возрастам то есть нигде мы не видим 1000 1200 правильно то есть надо выполнять тот объем нагрузок который то сказать можно переварить можно и тысячи две то делал тысячи там где там 1150 или 1200 там когда вы его олимпиаду все обычно бегают там 3 а как он потренирует тренирующие планы вот значит может они муж они здесь считают по астрономическим а я спройте нет это все наши считают по 40 у нас у единства в час никто больше не читает по час а вот классификации тренировочных нагрузок англичан у нас это кто-то сказал что неплохо было бы внедрить и наш пуджи внедрить а теперь мы должны работать с 3 до 8 каждый день чтобы часы это вот бещеньки установили тскать время развертывание всяких процессов плато но кто-то понимаете развертывание плато и спуск такой получается такая ситуация значит вот эти тренировки допустим на липидный обмен или углеводный обмен вот смотрите имеет ли нам смысл имеет ли нам смысл работать на убывание много угроба здесь получается что 6 плюс 6 12 минут здесь 12 минут это бывает то есть уже спорту спускается вниз так вот мог быть имеет смысл работать грубо говоря по 12 минут они по 15 минут как я говорил а вот еще есть такая интервал отдыха увеличивающийся я не знаю так и вот здесь вот интервал отдыха как вы оптимальны получается если эти 12 не 15 до 15 не 6 8 здесь интервал отдыха я могу сказать значит он не менее 50 5-10 минут для меня задача если работы на концепте чтобы он держал мощность населую сюда маму больше отдохнуть чтобы меня держал как можно больше эту мощности понятно то есть грубо говоря может быть есть мыс вообще на минуту не ориентироваться чтобы человек это будет смотрел и при темпе 16 максов пусть удачи кто-то там где-то 18-16 уже должен чувствовать должен чувствовать вот и грубо говоря отворачивать одно табло и смотреть как только мощность чего падать все хорошие пусть будет 13 минут одиннадцать ну грубо говоря не а может и 15 он продержит заради бога а помните я вам поговорил на белый гонит меня крутили люди на счету сейчас говорил насчет 82 87 минут и адаптации по сердцу пошла и великоген виси выбрали 82 80 87 минут интервал то есть вот как все органе не связано значит интервал отдыха я могу сказать самое главное что в воде на воде как можно дольше держать скорость правильно если не может держать скорость сделай паузу отдохни и снова сделай то же самое ты где-то может это вообще смысл у меня это грубо говоря какие-то там аэробные вещи делать если это когда вы нет когда вы создаете аэробную базу аэробную базу вам не нужно там загонять человека высокий лактат поэтому лучше значит вот грубо говоря задали скорость не может держать скорость тормознули дали отдохнуть снова знаете что допустим когда значит в общую сумму максимуму сколько вы можете там работать но от 80 до 90 минут в сумме это максимум вот и все день в день но и после этого где-то два дня нужно перерыв делать после такой нагрузки два дня не совсем не совсем значит аэроб вы уже поработали надо и робом значит нельзя надо и роба начну работать над чем его сила когда работаешь на выносливо всегда падает сила надо работать над силой тоже на тоже в одесской то пусть на небольших темпах если допустим вас вот я приводил цифры значит если допустим максимум в тесте 10 грибов но в полный газ значит тысячи ватт значит на что получается тысячи ватт 40 процентов у нас тут у тебя 400 вот это примерно значит 400 лет это мощность на уровне панно на самом деле тоже это с которой выкручивают там недалеко за тысячу она никогда не 40 процентов я говорю про грибцов за 1000 гриба хорошо хорошо значит а результат до души такой ниже другой грудь это родниченко какую ты еще не может выкрутить а крутит меньше но у него больше грубо говоря там у одного преобладают порогу единицы другого наоборот один раскручивает быстрее больше на порядок спринтер короче вот здесь так тоже ну оценку тяжело дать но ориентироваться на 40 процентов ну хорошо идет тогда на 80 процентов от мощности на 2 километра ну это конечно ближе согласно но если допустим ну принято считать грубо говоря сказать что для спортсменок тяжелого веса значит от 300 ватт уровень панно должен быть вот 300 значит у спортсменов таскать тяжелого веса от 400 ватт панно и когда вот я говорю что когда вот это девчонок они они там 220 250 максимум было и там насчет им давать глифетические нагрузки это было просто она можно определять еще другим вариантом сказать без биохимии но это должен быть высокоточный термометр высокоточный термометр я по моему вот в прошлом году говорил это значит типа темпанальная терпи температура это барабанной перепонки когда вы даете значит что намерить она вкусно отражает типа на мне температура температура ядра тела если у вас температура ядра вот такое другое вот она если температура тела может меняться от погоды от болезни то температуры ядра тела она практически стабильные, практически. Когда вы меряете антипанальную температуру, когда ступенчатая возрастающая нагрузка, при переходе через панно, мы делаем исследование с газоанализом, она начинает повышаться. Хоть так вы можете померять панно. Но там должен быть высокоточный, не тот, который там цифровые термометры, которые в аптеке продаются. Высокоточный термометр? Еще? Потому что у вас не газоанализа, нет. Биохимии у вас тоже нет. У нас есть газоанализ, на который баллон не купят уже три года. Раньше-то вообще в советские времена там газоанализ. Грибцов как делали? Он гребет в аппарате, надувает вот такие мешки. Этот мешок прокачивают, значит, газоанализ делают. Потом появились вот эти американские бекмены. Ну, стационарные. А теперь же просто можно сзади повесить, пожалуйста, греби газоанализ. Есть такие. Даже в Россию выпускают, не то, что там за границей. Все? Какие вопросы? Или у моторсов нет вопросов? Переварят сейчас? Ну, давайте, что. Если я скажу честно, если смогу ответить, сразу скажу, смогу, если не могу, скажу, потом отвечу. Материал я могу, пожалуйста, сейчас тебе зачитать. Тут у меня, наверное, минут на 15, на 20. Но там все в теории. Там все в теории, понимаешь? Теорию я вам рассказал, так сказать, в двух словах по Босту. Ну, вот хотелось бы, так сказать. Практику? Нет. Хотелось бы. Не в двух словах, да? Да, не в двух словах. Не в двух словах? Да. А вот тогда это каково. Я в ближайшее время вот в методе там в фейсбуке размещу по Босту все. Хорошо. На следующей неделе. Без вопросов? Спасибо. Потому что я могу сказать, что Бост не только в гребе использовался, значит, он использовался Самохином, засунут 3-м Советского Союза по лыжам. И очень успешно использовался. А он, по-моему, и начал? Нет, он начал на грибцах. Сергеев начал на грибцах, а потом начал Самохин. Засунутый у него неоднократно выступал на лыжных семинарах, значит, для тренера. Самохин. Классный такой специалист. Вообще, я могу вам советую, значит, заходить на сайт Лыжников, потому что там очень многие хорошие такие работы есть. Очень много хороших работ. Там вот сейчас у этих хубиатлонистов главный тренер Хованцев. Марина, я считаю, что... А про триады что вы считаете? Я могу сказать, я к ним отношусь положительно, этот крючок отряда, да? Да. Не, ну а с другой стороны, если мы там даем вот в Босте переводные нагрузки, там еще была суперкомпенсация, чтобы мышцы не начали рушиться, а здесь мы три дня подряд его начинаем... Извините, там извините, нет. Если посмотреть, там же что? Небольшой темп? Небольшой темп. И количество греков, правильно? Ну, он говорил, что вообще любая нагрузка какую-то не давали, даже пускай как бы там в четвертой, в пятой зоне, она должна вот три раза повторяться. Ну, в четвертой, пятой зоне, это крутовато. Ну, да. Пятую, пятую зону, пятую зону можно спокойно использовать. Пятую зону вы должны использовать и повторить на периоде. Потому что вот все время елозить на концепте на темпе 16 там или там 18. Можно эти всплески, разгончики включать? Я могу даже другое сказать, что вот самый лучший вариант, даже если на воду вы выходите, то же самое можно сделать на концепте. Значит, вот моя рекомендация, значит, выходите на воду, оттолкнулись от плота, не так вот, как сейчас отталкивается от плота. В полный газ 10 грибков, потом делайте, что хотите. И каждую тренировку надо заканчивать тоже, подходи к плоту красиво. Так, 10 грибков в полный газ, у всех челюсть отвисла. У нас это удобно как раз делать на канале. Это настраивает, такая работа настраивает, вот на начале Таневкина, она настраивает мотонейроны на работу. Мотонейроны. Такая работа в конце. На берегу вообще разминаемся или просто? Нет, это не, 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 конечно, разминаться. Здесь у нас каждый день импульс, как можно больше, мощных волокон задействует. Да, 10 грибков в полный газ. То же самое заканчивать, потому что вот такая короткая работа скоростно-силовая, она ускоряет восстановительный процесс. Даже после того, какой там гормональный всплеск. Я могу другое сказать, то же самое, допустим, когда вы работаете, допустим, над силой рук, над силой рук, над силой рук, над ноги сделать, большую группу мышц, ноги включили, у вас гормоны хоба, и у вас силы в итоге в руках появится больше. То же самое, как перетягивают эти мышцы бинтами. То же самое. Это, ну, наподобие. Ну, это пампульс, чтобы кровью нагнуть. Гипертрофия. Гипертрофия и мышцы. Ну, все. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Спасибо.